Доброго времени суток! Вы смотрите «Современный разговор» с российским политологом, основателем экспертно-аналитической сети «Политрус» Виталием Орьковым. Здравствуй, Виталий! Раз тебя видеть. Здравствуйте, Арсим! Здравствуйте! Все твои многочисленные подписчики, зрители и поклонники, уже уверены. Без хейтеров никак. Спасибо большое за то, что в пятницу вечером нашел время уделить эфиру со мной записи. О чем речь у нас, в принципе, идет? Азербайджана – армянская повестка. Усилие направлено на подписание мирного договора между Баку и Ереваном, но вот последние дни это напоминает уже, не напоминает, а на самом деле стали уже российско-армянскими баталиями на дипломатическом уровне. И Кремль реагирует, и Мария Захарова, и Никол Пашинян делает известные заявления о том, что Армении идет строго на запад, что пророссийский вектор внешней политики Еревана был ошибочным, про то, что натовские в США учения будут в непосредственной близости от военной базы гюмрии российской. Далее подробно мне уже, в принципе, перечислять смысла нет, потому что всем все известно. Хотелось бы твой взгляд на природу этих вещей узнать. Да, когда ты сказал фразу, цитируя Пашиняна, что мы идем на запад, да, я вспомнил известный советский мультфильм, там один такой герой был, да, который говорил, а мы идем на север, а мы идем на север. И, кстати, он мне чем-то напоминает свои позиции политических героев, и это фильм Маугли, мультфильм Маугли. Что касается нынешних заявлений, звучащих из Еревана, в принципе, они достаточно резкие на фоне всего, что было раньше, но они не убиваются, особенно из той риторики, которая звучит последние года два точно. Я уже говорил о том, что нынешняя Армения, да, она заложник ситуации, то, которое сейчас происходит в мире, да, это масштабное противостояние, глобальное противостояние между Россией и поддерживающей ее странах, стран. И западом Армения, конечно, она такая неопределившаяся, именно власть Армении. Там прекрасно понимают, что если запад захочет, то такого условно нейтрального Пашиняна он быстро заменит на более лояльного политика. Потому что власть нынешняя в Армении, она достаточно кукольная, да, скажем так, она не поддерживается. Народ ее не поддерживает, и любая революция, любой мятеж, он ее снесет. Тем более она сейчас держится только вот, будем прямо говорить, благодаря России. Потому что мы видели немало случаев, когда именно Россия останавливала действия оппозиции, которая готова была вынести Пашиняна на штыках или на вилах изовой резиденции. Поэтому, на мой взгляд, во-первых, это заигрывание с западом продолжающейся. Пашинян пытается усидеть на двух, на нескольких креслах, стульях. И, конечно же, сейчас они выдаются тем, да, и мы об этом уже говорили, что расклад сил после второй Карабахской войны, естественно, не устраивает ни общество Армении, ни руководство Армении. То есть Армения не хочет себя признавать проигравшей стороной. То есть она потерпела полную фиаско, она была разгромлена, да, и, по сути, она подписывала... Под подписанием трехстороннего заявления Армения благодаря России избежала, наверное, вот позорной капитуляции. Почему-то этого признавать веревания до сих пор не хотят, и смириться с тем, что, в принципе, из всей той ситуации, которая была, они получили максимально много, опять-таки, благодаря России. То есть у них остался Карабах, мы говорим, по факту остался Карабах. И если бы не была политика Ниривана такой реваншистской и провокационной, то есть если бы со стороны Карабаха боевики там не обстреливали, чем-то Карабах, который под контролем Армении, да, это очень понятно. Де Юра – это Азербайджан, но до факта мы понимаем, что это Армения. Если бы они не обстреливали территорию Карабаха полностью под контролем Азербайджана, да, то, наверное, бы Азербайджан, как я говорю, там, скрипя зубами терпел бы эту ситуацию. То есть если бы не было угрозы со стороны и Степанакетханки, и других окружающих, да, тому же городу Шуша, да, который, как недавно заявил господин Алиев, собираются вернуться очень много прежних жителей и новых жителей, то есть там речь идет о нескольких тысячах новых жителей, да, естественно, такая угроза, которая исходит из Карабах, она Баку не нужна. И мы видели, как в последние все месяцы шла накачка вооружениями и боевиками, собственно, поэтому в апреле появился азербайджанский КПП, да, в общественном коридоре, чтобы этот поток остановить. То есть эта цепочка, причины были именно в Армении, в ее позиции. И сейчас все призывы Ереван, просьбы, стенания в адрес Москвы, давайте пересмотрим документы ноября 20-го года, января 21-го года, они нацикаются на то, что, ребята, вы уже ставили подписью, вы уже знали, по чем подписываетесь, давайте исполнять эти все договоренности и о выводе из Карабаха остатков незаконных вооруженных формирований, о демилитаризации Карабаха, да и о коридоре за Ангелезурском, давайте вспомним, который до сих пор не открыт, а по условиям тех документов он должен быть открыт. Поэтому мы сейчас наблюдаем попытки шантажа Еревана со стороны Еревана и Москвы. Ах, вы не хотите? Тогда мы уйдем на север, мы уйдем на запад. Ну, я же тоже как-то говорил, что персонали в армянском руководстве меняются, политика не меняется. На протяжении всего постсоветского периода мы видим со стороны Еревана такой попытки шантажа всегда Москвы. Это было, в меньшей степени это было при Кочаряне, очень много этого было при Сарксяне, и сохраняется это все при Пашиняне, который якобы отрицает свои связи с предыдущими руководством Армении, но вступаются точно так же. Шантаж Москвы, обман Баку, заигрывание с Западом, вот все то же самое. То есть это прямо традиции армянской политики, которые рано или поздно приведут Армению, на мой взгляд, к краху. Ну вот мы видели, извините, увидели то, что вот попытки были вынести все это, вопрос на Совет Безопасности ООН, заседание проходило, потом они пригнали мэра Парижа, устроили автопробег по бездорожью, как говаривал Остап Бендер. Да, и вот сейчас вот заявление о том, что Армения может быть принято в НАТО, как бы отозвали представителя ОДКБ, направили послов Нидерланды. Чем это все вот, и вот если учения пройдут с американцами на территории Армении, чем это грозит? В глобальном или в минимальном смысле? Это чем грозит, что если господин Пашинян пройдет точку невозврата, то он очень недолго задержится на посту премьер-министра. Я же говорю, что поддержка населения у этой власти нет. И достаточно даже не организовывать революцию, я имею в социальной России, а просто позволить армянской оппозиции, значительная часть которой пророссийская, просто взять власть. Но тогда, к сожалению, есть тут и обратная сторона. Тогда власть в Армении будет пророссийской, новая власть. Но мы понимаем, что ситуация с Азербайджаном обострится, поскольку большинство пророссийских сил Армении настроены очень категорически в ситуацию с Карабахом. То есть они не приемли даже то, что подписывал Пашинян. Это такие последователи, лидеры карабахского клана, новое поколение политиков армянских, которые воспитаны на этом. Да, они не являются участниками Карабахской войны, я имею в виду первый, но может кто-то из них участвовал во второй Карабахской войне. Я надеюсь, что на их руках нет крови азербайджанцев, но они настроены достаточно реваншистски. Поэтому, получив пророссийский реван, Москва получит очередную проблему на Южном Кавказе возобновление военных действий. Пророссийский реван? Да, да, да. Потому что эти силы, они одновременно и, скажем так, такие приезженцы Миясуна, да? Это карабахский клан Кочеляц Арксен, да? Ну, карабахский клан, он очень большой теперь, он разросся, да, то есть там много разных флангов. Но это люди, они достаточно такие, они себя называют армянскими патриотами, ну, в их понимании, патриотизм, да, это Арцах, Великой Армении и так далее, в их понимании. Это, конечно, типично, но это объективно. Поэтому Пашинян, я думаю, играет с огнем, поэтому там появление госпожи мэра и общая активизация Франции очень понятна, мы тоже это обсуждали, это такая, как сейчас говорят в молодежной среде, ответочка прилетела за активизацию России, да и Турции в Африке, в прежних колониях французских, ну, которые как бы формально колониями не являются, но Франция там до недавнего времени продолжала ситуацию контролировать, теперь не контролирует, да, это и Центрально-Африканская республика, и Мали, и так далее. А что касается вступления НАТО, один из, наверное, ярких членов НАТО – это Турция. И мы видим, как жёстко проходит согласование, ладно, Финляндия уже вступает НАТО, но Швеция до сих пор. А это Армения. Я сомневаюсь, что Турция даст согласие с наступлением Армении в НАТО. То есть заявление о вступлении в НАТО – это можно считать фейковым, да, в принципе? Фейк, потому что, нет, смотрите, Турция может поставить такие условия перед Арменией, на которые она не пойдёт, допустим, это полностью освобождение всех территорий, да, спорных, полностью вывод, допустим, там, даже те проживающие в Карабахе, жители армянской национальности, да, то есть априори неуполнимые условия может поставить Турцией, а их может быть очень много, да, там же есть и споры между Турцией и Арменией, свои личные, помимо Азербайджана. То есть этот вопрос может забуксовать, и ситуация в Швеции покажет ещё цветочками. Уход Арай Карутюняна спасла так называемого лидера сепаратистов, отказ сепаратистского режима, который, в принципе, управляет и давит на армян Карабаха от продовольствия, которое Азербайджан поставил, по линии красного полумесяца через Агдамскую дорогу, отказ использовать эту дорогу Агдам-Ханкинди. Мы, в принципе, знаем, почему Латчинская дорога была закрыта, потому что использовалась там для ротации экспедиционного корпуса армянских служебных сил, для поставки вооружений и так далее. Мы помним даже Международный комитет Красного Креста. Ну да, я об этом и говорил, да. Что это вот меняет в Ханкинди, то, что сейчас там находится, там нового, вроде как выборы будут нового лидера, или как там называть еще его, и что будет там, и как это все отразится на ситуации в Армении, в том числе, если упомянем того же пресловутого Варданяна. Ну, выборы будут однозначно нелегитимными, поскольку это территория Азербайджана. То есть, да, я об этом уже говорил, и власти все время Азербайджана, что там могут быть де-факто руководители армянской национальности, то есть временной администрации. Ну, в любом случае, эти все чиновники, условно, для администрации Карабаха, должны быть согласованы с Баку. Мы понимаем, что они не будут согласованы с Баку, поэтому они не будут нелегитимны. Ну, видимо, можно предположить, что если там появится адекватный человек, а я в этом занимаюсь, к сожалению, потому что мы понимаем, что выборы фикции – это просто легитимизация формальной, опять-таки, того человека, который направит туда Ереван, посадит. Но хотелось бы все-таки, наверное, чтобы этот человек или команда, которая зайдет на руководство Карабахом, все-таки они были настроены на диалог, открытый диалог с Баку. Но вряд ли это получится, поскольку они полностью под контролем Еревана, а мы видим, на что нацелен сегодня Ереван. И будет нацелен, в принципе, в этой ситуации. Опять-таки, мы уже говорили о том, что еще, по-моему, летом, когда мы после этого сообщались, о том, что силовая операция по поводу в Карабахе, с страной Азербайджана, спецоперация, если уж проводить параллели с Россией, она очень реалистична. Сейчас мы знаем, что вот в связи с искусственным голодом, ну, почему мы говорим, потому что, может, голод в кавычках, где мы в Карабахе, который повиняет, я считаю, абсолютно и руководство Карабаха, и руководство Армении в этой ситуации. Потому что, пожалуйста, Азербайджан говорит, мы пропустим Палачинский коридор именно гуманитарный груз, но полный досмотр, от чего армянская сторона отказывается. Значит, им есть что скрывать в этих порах, да. Они не принимают муку от красного полмесяца, как ты правильно заметил. На днях ты смотрел видео с моим армянским коллегой, да, у тебя на канале замечательный интересный собеседник был, который обозначил причину, почему не принимают жители Карабаха азербайджанскую муку. Но, видимо, они не очень голодны на самом деле, потому что если бы люди действительно голодали, они бы не позволили экстремистски настроенным силовикам Карабаха препятствовать въезду в регион гуманитарного конвоя с мукой. Поэтому я думаю, что, да, там проблемы существуют в Карабахе, но это не является ни катастрофой гуманитарной, ни тем более геноцидом, как говорят. Это все в пользу бедных, это шоу, пиар-шоу для мировой общественности, которая не знает ситуации. И, в принципе, попытка это все вынести на площадку Совбеза ООН тоже оказалась пшиком. Да, там были некоторые заявления со стороны Франции, со стороны Люксембурга, Канады, ожидаемо абсолютно, да, такие критические настроения на вады Азербайджана, но все остальные просто... То есть ни Армения, ни Франция не смогли предъявить убедительные доказательства того, что в Карабахе происходит катастрофа, потому что ее нет. Да, есть сложности, но они опять-таки вызваны. Позиция Еревана и руководством Карабаха, которые, видимо, готовы положить на алтарь своих амбиций жизни жителей Карабаха и нормян, готовы довести, чтобы те там умрут с голодом, не знаю, без лекарств и так далее, чтобы блокаду-то, собственно, они организовали, а не за Азербайджан. Если бы они заботились о жителях, они бы и по-другому поступали. В принципе, ты неоднократно говорил, что Армения существует благодаря России, что она ее поддерживала и так далее. И вот сейчас как бы они кормящую руку кусают. В очередной раз то же самое они в свое время в Османской империи жили, предали, пытались кусать. А сейчас вот когда речь идет о том, что ты упомянул эфир недавний, там речь, я так понял, что идет о том, что Азербайджан должен обеспечить, значит, проживание армян в Карабахе. Вокруг армян должны находиться международные миротворческие силы, и чтобы азербайджанцы не проживали в одном и том же городе или в селе с армянами. Иначе, и мой довод, что типа азербайджанцы должны также иметь возможность прозевать в Армении, в том же Зангизуре, никоим образом не принималось. Это, в принципе, как твое отношение к этому, что типа азербайджанцев не пускают в Карабах, а в любом случае, при любых оценках, международное сообщество будет говорить об этнических чистках. Тут правда лишь в том, что если сейчас попытаться проникнуть, допустим, в Карабахе, даже попытаться проникнуть те, кто все время должны покинуть регион или их потомки, конечно, это будет обострение и, возможно, прольется кровь, потому что проживающие там армяне, они настроены очень негативно к Азербайджану. Это полностью вина Еревана, которая проводит такую политику, пропаганду такую, негатив. Да, сейчас это, наверное, сложно представить, но мы же, можно же, то есть, капли за каплей, капли камень точно, да, то есть, возможно, не знаю, приезда журналистов, приезда каких-то там общественных деятелей, то есть, потихонечку, то есть, чтобы жители Армении, вот даже та же мука, которая поставляется из Азербайджана, это протянутая рука из Баку, ребята, вы наши граждане потенциально, да, если вы получите паспорта, вы живете на нашей территории, и мы о вас тоже заботимся и переживаем, вот это проявление, то есть, Баку не наставляет там дуло на жителей, на мирных жителей, мирных жителей, да, Карабаха, а протягивает руку помощи, готов там предоставить лечение некоторым нуждающимся и так далее, готов пойти на то, что эти граждане будут иметь двое гражданство, азербайджанское, армянское, чтобы могли спокойно ездить к родственникам в Армению. Это тоже вот особые условия, о которых заявляете реванш, нужно жителям Карабаха, особые условия. Вот вот особые условия, эти люди будут иметь двое гражданство, могут спокойно пересекать. И сейчас, если вы получите паспорта Азербайджана, либо даже пройдете даклоскопию, вы спокойно можете перемещаться в Палачинском коридорах. Понятно, что люди, которые себя там запятнали кровью, у них есть претензии со стороны, обоснованные претензии со стороны Азербайджана, в отношении этих людей, этих боевиков, наверное, будут и должны, наверное, произвести какие-то следственные мероприятия. Возможно, в силу возраста и, как некоторые, к ним будет, наверное, применено милосердие, но в целом, конечно же, Карабах должен быть очищен от боевиков. И когда там останутся настоящие мирные жители, вот тогда, я с тобой полно согласен, туда могут возвращаться жители азербайджанцев. Ну, возникнет еще один вопрос. Потому что азербайджанские беженцы, наверное, захотят вернуться в свои дома в Карабахе. Там, в Ханкинде, допустим, да, условно говоря. У кого-то дома разрушены, у кого-то там уже проживают давно армяне. Это очень больной вопрос. Как его решать? И тут тоже могут возникнуть. Вот на этой почве могут возникнуть всевозможные конфликты. И опять может пролиться кровь уже на бытовой почве, словно говоря. Я не отдам этот дом, потому что в моей семье, где живет на 30 лет. Есть механизм, это вопрос. У Баку и у Еревана. И он это тоже прорабатывает. Ну, я думаю, что это можно проработать. В принципе, чтобы избежать, как бойца, вот этого спора, можно заселить азербайджанцев в новые дома. Возможно, построить новый городок для них, новый микрорайон и так далее. Ну да, в смысле построить дом, чтобы там жили. Если уж на то пошла. А вот то, что ты сказал, это как сообщающие сосуды. Для того, чтобы азербайджанцы вернулись в танкинди поджалы, нужно вывести экспедиционный корпус. Вооруженный до зубов наверняка. Ты очень деликатно называешь это корпусом экспедиционным. На мой взгляд, это просто незаконно выраженное формирование. С точки зрения азербайджана, понятно. Ну да, они же финансируются откуда? Из Еревана. Из Еревана. Ну, получается экспедиционный корпус, ну, как его не назови. Кроме того, как ты указал, те, у кого там руки по локоть правее, там же не только военные действия были. И уничтожение мирных жителей, естественно, они будут до конца, наверное, там противостоять. Наверное, да. А что касается Зангизура, тут ситуация, если Армения даже не выполняет взятые на себя обязательства по открытию коридора Зангизурского. Я думаю, Баку можно... Помнишь, была история, что Еревана стояла вопрос, что мы не хотим, чтобы он назывался Зангизурский. Хорошо, пусть он называется Синикский коридор, но вы откроете его? Нет. Поэтому, если даже коридор не открывается, то как можно говорить о каком-то переселении жителей в сам Зангизур. Поговорим о российских миротворцах. Как ты неоднократно говорил, что в адрес миротворцев претензии есть и с азербайджанской стороны, и с армянской стороны. Вот сейчас в Ереване заявляют, во-первых, о том, что Азербайджан стянул свои войска к тому, что это будет угроза новых, как говорится, боевых действий. Помощник президента Азербайджана Гамалиева Гаджев сказал, что это заранее спланированные учения. Естественно, каждое государство имеет свое право внутри своей территории проводить различные учения и так далее. В том числе Россия тоже не исключение. Армения же проводит учения США на своей территории. Вот это, как говорится, провокации мы видели против российских миротворцев. Ты видел, когда снимали на видео, распространяли. Я думаю, что это глупость их стороны, что они это распространяют. Как ты можешь вообще охарактеризовать роль российских миротворцев там? Хотим мы этого, не хотим. Они сейчас там, типа, они все равно на земле находятся. И планы Москвы по поводу пребывания российских миротворцев на территории Азербайджана. И мы забыли про Варданян сказать. Всегда нужно точнее, что российские миротворцы находятся в Карабахе по мандату Азербайджана. Это территория Азербайджана. И только Азербайджану решать, руководство Азербайджана, кому находиться и какие миротворцы находятся на территории Карабаха. Мнение Еревана в этом плане. Они могут его озвучивать, но никакой роли они не играют. Они, видимо, обижены тем, что российские миротворцы не выполняют их хотелки, условно говоря. То есть не выгоняют азербайджанцев из Латичинского коридора и так далее. Но российские миротворцы там находятся совершенно для других целей. И они полностью поставлены перед ними задачи выполняют. И, в принципе, что касается каких-то пертенций со стороны Азербайджана, поначалу были, я так понимаю, просто недопонимания. Но в последнее время и во время проходившего в ШУШТ медиафорума большого глобального господин Алиев понял этот вопрос, что с Россией полное взаимопонимание, широкомасштабное строительство, и во всех вопросах есть понимание и диалог, в том числе и к самим миротворцам. Все решается, если какие-то возникают шероховатости, все решается между оборонными ведомствами, все прекрасно в режиме рабочего диалога. Настолько я понял, у Азербайджана к ксиским миротворцам вопросов нет. И думаю, что о продлении мандата будет поднят разговор. Наверное, все-таки, если ничего, не дай бог, не произойдет раньше, явно событий каких-то военных действий в регионе, то именно к 2005 году, когда заканчивается срок нынешнего пребывания, к 2005 года, тогда, наверное, будет подниматься вопрос, какой-то анализ их деятельности и так далее. А заявление о том, что в Карабахе должны находиться международные миротворцы, в регионе, вернее, они и есть. Про международные не говорил, просто я, как говорится, исходя из анализа всего того, что происходит, сказал. Ну, смотри, там находятся российские миротворцы, да, на территории Азербайджана находятся, назовем их тоже турецкие миротворцы, да, потому что есть взаимодействие между российскими и турецкими миротворцами. То есть, пожалуйста, вот международные силы миротворческие не есть. Там не только Россия, там Турция, по-другому. Это две стороны, которые имеют огромное влияние в регионе, колоссальное влияние в регионе, тем более, что на территории самой Армении находится международная европейская миссия наблюдательная. И не только европейская. Тоже, по сути, миротворство, казалось бы. Ну, формально. Мы понимаем, кто эти люди, но тем не менее, то есть, они называются миротворцами, без слов. Они тоже есть. Все это есть. Что вам еще мешает? И на каком основании они хотят везти в Карабах каких-то французских военных и так далее миротворцев? Это территория Азербайджана. Есть, что касается вот этого, везти всякие миссии проверочные и так далее. Наверняка ты помнишь, что Азербайджан в течение 27 лет неоднократно поднимал перед международным сообществом вопрос о проведении мониторинга, чтобы миссия оценочная была ООН или других международных организаций, чтобы посмотреть, что творится на этой территории. Армяне выступали всегда резко против. Правильно ты сказал, президент Азербайджана Игна Малиф тоже правильно говорил, что Армения может к себе приглашать кого хочет. Да, это территория делать хотите. Все равно, что вот ты в России находишься, из Еревана говоришь, что пошлите, допустим, в Краснодарский край или в Краснодарской области. Они тоже претензии предъявляют международных наблюдателей. По Варданяну мы забыли. Он списанная карта или он как-то еще будет, потому что у него тоже идут как бы разногласия и с Аручиньяном, и с другими, кто там находится. Нет, Вардан не списан. Он пока, видимо, поставлен на паузу, отложен. Я думаю, что мы еще о нем узнаем. Не то, что узнаем, мы о нем вот так прикоснулись, узнаем. Ну, не все, как понятно, мы не знаем. Может быть, и не нужно все знать, чтобы спокойно спать. Мы о нем еще услышим, потому что при всем отношении к нему со стороны Азербайджана это очень яркий, я думаю, в этом оценке это очень яркий политик, он очень сильный и ресурсный сам по себе. Я думаю, что он на себе еще заявит не только в Карабахе. Карабаха, это был для него такая площадка для раскрутки как политика о масштабе всей Армении. Это очень хороший такой плацдарм для запрыгивания в Ереван. И когда, видимо, в Ереване почувствовали сильную угрозу от страны Варданяна, потенциальную угрозу, его быстренько слили. Вот. Это как раз те самые силы, в том числе Варданян, которые, можно сказать, они пророссийские. Тем более в недавнем прошлом он был в России, не отказался от гражданства, не знаю, что сейчас он вернул себе. Ну, и вряд ли, конечно, пока. Это такой вот, пусть не обижается, но кот-мешке, который вот, вот он стоит в уголке, ждет своего часа. Виталий, когда мы говорили, сегодня упомянули и Марию Захарову, и помощника президента Путина, и миссию Евросоюза, я думаю, не секрет, что миссии Евросоюза против того, именно они в Сюнеке, в Зангизоре находятся, чтобы как бы выдавить оттуда российских пограничников. Ведь из Кремля неоднократно говорили, что вся эта политика направлена на то, чтобы удалить Россию из региона. Кроме того, ты сказал, что вот если приходит к власти, возвращается Карабахский клан, то это может вызвать новые угрозы в себе, да, вот содержать. А если остается Пашинян, ситуация как бы по-другому будет сценарий идти. Я не знаю, возможно, я ошибаюсь, по-любому получается, что и при Пашиняне, и при Карабахском клане, при таком поведении армянского руководства получается, как Цунг-Цвах, каждый шаг ведет, ухудшает положение. То есть что может в принципе спасти Армению от потери государственности в том числе? И вот те вопросы, которые я тебе упомянул в начале вот этого вопроса. Я по-прежнему склонен считать, что прозападная политика Пашиняна это она согласована с Москвой. Это действие во имя спасения. Это такая игра против Запада. Западом, вернее. Ну и против тоже, поскольку, как я говорил с начали разговоры, Пашинян он не опирается на поддержку населения. То есть в любой момент он может потять власть. Это может сделать как пророссийская позиция, так имеющая в Армении прозападная позиция группы. То есть произойти уже настоящую цитная революция, а не имитация таковой, которая была в 18-м году. Очевидно, что это была имитация революции. И Пашинян зашел во власть по согласованию армянских ритм и согласию Москвы. Как это было обставлено, это, конечно, долгий разговор, поскольку Россия не может вести сейчас объективно, то есть она может, наверное, но это очень трудно вести в войну на два фронта и еще пытаясь отстоять Армению. поэтому вот эти все заявления Пашиняна и даже учения США на территории Армении на мозг это вот такая игра в поддавки. В этом заинтересован сам Пашинян, поскольку таким образом он такой лоялист, показывает свою лояльность Западу. Ребята, я ваш, не нужно меня сносить, да я с вами. Я вот тут и вы, видите, я громко ругаю Путина и так далее. Мы же об этом говорили, есть пример Грузии, где Саламе Зарабешвили такая ярая русофобка, Грузия активно работает, именно правительство Грузии, экономика вся на рельсах России работает, а есть такая Саламе, мадам Саламе, которая вот такая громко заявляет, что Грузия против России и так далее. И бог с ней. Всех устраивает. И волки сыты, и овцы целы. Да, там есть Иванишвили пророссийские, которые реально контролируют ситуацию в Грузии во всей. Пример, министр, пророссийские и прозападные президенты. Ничего не решающие рычагов реальных власти нет. То есть она вот это всех устраивает. То же самое происходит в Армении, но только господин Пашинян это в одном лице и Бедзина и Ванишвили, и Саламе Зарабешвили. То есть он и пророссийский, и прозападный. Потому что нынешний президент к своему стаду, теперь не помню, как его зовут. До этого один президент один бежал, не вернулся, сложил себя полномочиями. Поэтому у них нет своего Саламе Зарабешвили на пасу президента. Там своя схема. И в Москве это выгодно. Таким образом подыгрывая Западу, имитируя прозападный курс Армении, который колеблется, оттягивает тот момент агрессивной политики Запада по отношению к России в Армении. То есть имитация прозападности Пашиняна оттягивает этот момент, я надеюсь, он не наступит, когда будет силовой захват Армении со стороны западных сил. Такой баланс сил пытается соблюсти. Но опасность в чем? Чтобы господин Пашинян не заигрался и если он сейчас сидит на крючке у России и оказался на более мощном крючке у Запада, когда он будет вынужден все-таки полностью прибежать на Запад. То есть уже отказаться от игры и быть настоящим прозападным политиком. То есть Москва будет сейчас спокойно наблюдать за тем, что... Нет, Москва подыгрывает к этому. Мы же слышим заявление. Я имею в виду проучение соединения. Нет, шум-то будет. Медийный шум будет, информационный шум будет, естественно. А Россия может такое смолчать, да? А реальных действий? Не знаю, вызов посла Армении, наказать и так далее. Здесь ничего не будет, потому что это вот... потому что это вот такая игра. И, в принципе, эту ситуацию устраивает, опять же, мы с тобой говорили, устраивает Вашингтон, нынешний Вашингтон, такой достаточно, наверное, параллельно очень такая обидная для господина Байдена силового возраста, но беззубый Вашингтон сейчас на Кавказе с остальными зубами. Их устраивает, что они реально не контролируют Армению, их устраивает, что галпучка можно поставить. Вот Армения вот как бы на нашем курсе лежит. Недавно мой знакомый один, очень хороший политолог, он тоже станет участником этой программы, он привел пример Швеции о ее вступлении в НАТО. Мы о чем чуть-чуть говорили раньше, что Швеция так рвется в НАТО, так рвется в НАТО, не пускает ее во вредная Турция. На самом деле Швеция не рвется в НАТО, ее вполне устраивает независимый статус, от которого у нее плюшек гораздо больше, чем она будет в членом НАТО. Там проблем будет не только с Россией, но и гораздо больше проблем. Она потеряет отчасти свой суверенитет. И поэтому Швеция с одной стороны говорит, да, мы ребята с вами, мы рьемся в НАТО. И тут удобный протест Турции, которая говорит, мы хотим в НАТО, но Турция нас не пускает. Ну, копилочку в твоей правоты, это то, что если Швеция, извини, Швеция, если хочет во что бы на нестатах вступить в НАТО, она бы запретила просто сжигать коры. Да, да, да. То есть такое ощущение, что это абсолютно конспирология с моей стороны, но такое ощущение, что есть какая-то некая сепаратная договоренность между Швецией и Турцией и руководством о вот этой игре против Запада. Ну, в принципе, я думаю, для меня, в принципе, не секрет, что все эти вот выкрутасы Пашинян, это, как говорится, затягивание времени, чтобы изменилась политическая ситуация. Вот мы помним, что выборы на большие, значит, надежды в армянском обществе, в армянском клубе возлагали на выборы президента Турции. Потому что предсказуемый сильный Эрдоган, он, его позиция по Армении известна. Она достаточно жесткая, он жесткий политик, Эрдоган, но он предсказуемый политик, с ним удобно вести диалог, с ним удобно договариваться, тем более мы видим сближение Турции и Армении. если придет какой-то другой политик, непонятно, как с ним договариваться, куда Фюгер повернет, куда Рехтер повернет. Поэтому, естественно, Армения была заинтересована, как и Россия, Потому что он сложный переговорщик, но этот человек, это надежный партнер. Он даже для Армении партнер уже сейчас. То есть я выслушал тебя очень внимательно, то, что сегодня свой довод привозил. Это продемонстрировало как бы хорошая мина при плохой игре, это визит мэра Парижа. Типа мы тоже чего-то стоим. Тут мы говорили, это такая ответочка со стороны Франции не только России, но и Турции, поскольку мы же знаем, что Турция тоже очень активна сейчас в Африке, в том числе в зоне интересов Франции. Это такой в ответ накат, а мы зайдем в зону интересов России, Турции на Кавказе, попытаемся вас там вытеснить, Францию имею в виду. Есть еще одна такая теория, что вопрос существует, как опять же заявил накануне помощник президента Азербайджана Ильхам Алиева Хикмет Гаджиев, что Армению превратилось, как власти Армении превратили страну в Сирию. Вот там находится, недавно появилось в Зангизоре представительство Ирана, там же свой офис Евросоюз открыл, военные отношения появились в французском посольстве, российское посольство есть, военная база в Юмре. Иран, Франция и Россия, они соперничают, они заклятые враги сейчас на территории Армении, чтобы вытеснить друг друга, или же они действуют командным образом, пытаясь, как есть теория, противостоять приходу Турции на Южный Кавказ и конкретно в Армению. Смотри, исторически Южный Кавказ это зона интересов России, Турции и Ирана. И еще одного игрока внешнего это Британия. Но Британия всегда действует очень аккуратно, мы ее не видим. Она действует очень эффективно, но невидимо. И этой политики Лондона наверное стоит многим поучиться. Многие заходят шумно, как французы, но мы знаем, французы эмоциональные, театральные, приезд мэра Парижа и так далее. Мы не видим приезда ни мэра, ни премьер-министра Великобритании, но они достигают большего в своей работе, чем Франция. А вот между трех стран, Россия, Турция и Иран, конечно, есть конфликт интересов. Если договоренность, помнишь, этот формат, который пока сбуксовал, 3 плюс 3, да? 3 плюс 3, то есть 3, конечно, и 3, Кавказа. Это как раз показывает именно интересы всех. Там нет 4 плюс 3, допустим, или 5 плюс 3. Франция это абсолютно чуждая региону, внесенная. Поэтому она приходит сюда. Франция, конечно, представляет свой интерес в регионе, также она является проводником интересов в целом Запада, называемого Кальтина Запада в регионе. Поэтому и Россия, и Турция, и Иран, они кто-то активно, кто-то, также, собственно, и Азербайджан, они не приветствуют, мягко скажем, появление ее в регионе, потому что это нарушает баланс сил. Уже источники устоявшиеся и так далее. Она абсолютно не нужна в регионе Британии. Это тоже очевидно. и по моим данным Британия использует все имеющиеся у нее ручьи в регионе, а в основном ручьи эти находятся в Анкаре и в Баку, для того, чтобы не сама, естественно, а вот руками своих друзей на Южном Кавказе Францию выдавить. Потому что это тоже соперник для нее. Я думаю, что французы громко зашли с песнями, с танцами, с круассанами, но потихо оттуда выйдут в свое время, через какое-то время, не словно нахлебавшие. А да, может предоставиться какое-то там представительство, будут какие-то политики, но реальных возможностей они своих не реализуют в регионе, им просто не позволят. Это будет маскарад. Они очень эмоциональные, они очень маскарадные. Они будут создавать шум, что мы там большие друзья Армении, мы там помогаем, но в самом деле это пшик. Никакого влияния в регионе они иметь и иметь не будут. В отличие от тех же британцев. Это еще один фанкзер, который европейский, с которым в принципе и Иран, и Турция, Россия смирились. Это неизбежно уже. Британия находится в регионе уже наверное не первый век. И на Ближнем Востоке, и на Центральном Востоке. Это зона их интереса всегда была. и еще два игрока, которые очень интересуются сейчас Южным Кавказом. Это, конечно же, Китай. Мы видим активизацию Пекина и Сбилиси, Селивану, ну, меньше Сепи Селивану пока, Билиси и Баку. Активизация бешеная идет связи на всех уровнях. Это противовес активизации Индии, которая пытается и Южный Кавказ, и Центральную Азию насадить на свой коридор север-юг. То есть с помощью север-юг коридора Индия пытается зайти в регион. Китай одновременно пытается ее туда выдавить. Потому что и сейчас получается, если под влиянием Китая и Центральную Азию, то есть Южный Кавказ небо под влиянием ни Китая, ни Индии. Очень важен два игрока, очень важен, которые сейчас вплотнулись за влияние на Южном Кавказе. И уж им точно Франция там не нужна. Да и Франция интеграться не сможет. Ну и Франция, я думаю, она участвует во всем этом, в том числе для того, чтобы обеспечить себя ураном, да, который вот она потеряла возможность распоставлять в Африке. Мы помним, что в принципе об этом тоже ГУЭС, тоже, наверное, хорошо знают, что из Казахстана они закупают. И вот несколько месяцев Азербайджан не пропускал через свою территорию уран казахстанский и казахский, потому что вот эти вот политика военности, да, вот против давления на Баку пытался Париж предпринимать. Мы с тобой говорим о Лачинской дороге, очень так предыдущих вопросов, обстоятельствах. А вот по поводу Зангизурского коридора, можно, я думаю, что прийти к мнению, вот, Зангизурский коридор рано или поздно будет проложен, называя его коридор, называя его просто вот маршрут, сейчас там идет как Нигский коридор, можно называть его. Там, наверное, торг, да, идет сейчас между вот этими заинтересованными сторонами. Большей части, конечно, противником этого коридора является Иран. Это логично. Потому что напасается то, что появление там Азербайджана в разном формате, да, мы не говорим о инн региональности этого маршрута. Потому что мы поняли, господин Алиф сказал, что власти Армении имеют полное право также поставить КВП в этом коридоре свое и проверять все, что будет по нему возить Азербайджан. Это логично. Ваша территория вы можете все досматривать, как и Азербайджан имеет право досматривать все, что движется по коридору. это его территория. Но Ереван и она не прекрасно понимает, что таким образом немножко меняет ситуацию расклад сил. То есть сейчас это непрозрачный участок. Хоть там и находят с российскими артворцами, российские боговечники у нас контролируют границу с Араном. Но вот это некая скажем так не совсем в белую взаимодействие на границе не совсем прозрачный она имеет место быть и между Ираном и Арменией и между Ираном и Россией через территорию Армении будем прямо говорить это существует. Но прежде всего противником это является Иран. Потому что это единственный участок его территории Армении на которую он имеет влияние. Я подумал в пользу твоей теории что ну в пользу того что ты озвучил что сейчас Пашинян проводит так сказать про западную политику с целью задобрить Соединенные Штаты Америки Францию и так далее судя по твоим словам что он играет свою игру как заводит их тупик обманывает по согласованию с Москвой в пользу вот этой теории может служить то что я ее не подтверждаю твоя теория но вот то что значит несмотря на вот эти вот враждебные друг друг укола в адрес друг друга укола Москвы или Пашиняна мы можем судить о многом другом додумать за счет того что товарооборот резко вдруг увеличился и продолжает расти двухсторонне ну еще мы же понимаем что появление функционирования за ангизорской лидоры это усиление как из Алибайджана в регионе так и Турции как ее главного партнерства я вам уступать против усиления Турции в регионе всячески это я понял я имел ввиду что ты сказал что Пашинян это как бы действует по согласованию с Владимиром Путином в пользу этого может служить то что товарооборот резко в несколько раз между Россией и Арменией вырос ну это связано конечно же с санкциями у нас товарооборот вырос и между Россией и Азербайджаном и Россией и Турцией это совпало просто у нас закрылась западная граница и прошло все через южные ворота российские и при этом кстати Пашинян последует свой интерес в отношении к западам потому что много фактов подтвержденных о выводе значительных сумм финансов ну скорее всего коррупционные имеющие происхождение деньги как у Франции больше степени в Канаду и именно семье Пашиняна вернее семье его супруги Анны Копьян она же Анна правильно да у нее уже прозвище есть в Армении вне обида то есть без обида главная праздничка Армении не смысл стирает белье а отмывает деньги я вспомнил про Алькатон у тебя еще есть что сказать или мы как бы завершили если у вас есть вопросы у меня уже осталось спасибо большое Виталий уважаемые зрители вы смотрите или смотрели интервью с российским политологом основателем экспертно-аналитической сети Политрос Виталием Марковым на моем авторском ютуб-канале современный разговор с Васимом Бабаевым Виталий тебе спасибо большое еще раз до новых встреч спасибо спасибо за субтитры